Для травматологов эта выездная конференция – событие значимое. Подобных заседаний не было уже давно. В современном мире больших скоростей, переломы и сочетанные травмы в результате ДТП – явление нередкое. И здесь многое зависит от правильной своевременной медицинской помощи. Около 20-25 тысяч человек Россия теряет только по ДТП. Поэтому есть методики, так называемый контроль повреждений, когда уже планируется, как надо лечить больных с момента, как они получают травму. Вот самая тяжелая травма, все расписано, какие минуты должны быть доставлены в больницу, какие минуты должны быть госпитализированы в реанимационное отделение, даже как оперировать, в какие часы, что в первую очередь, что во вторую очередь – это все запланировано. И за счет этого, за этот год, за это время, у нас только одна смерть по району, по ДТП. Это очень высокий показатель. В конференции приняли участие ведущие травматологи Московской области, а также производители оборудования и расходных материалов для остеосинтеза и эндопротизирования. Это специальные биоинертные сплавы, это специальный полиэтилен, очень износостойкий, который очень мало изнашивается. И реакция на материал, из которого изготовлены эндопротезы и различные фиксаторы, реакция организма, она выражена в минимальной степени. Чаще всего такой реакции вообще нет. Открывал конференцию главный травматолог Московской области Виктор Волошин. Он также отметил, что вблизи федеральных трасс с увеличением скорости движения возрастает тяжесть травм в результате ДТП. Как показывает наш анализ, первую помощь, к сожалению, до сих пор при дорожно-транспортных травмах оказывает не более чем в считанных процентах случаев. Естественно, когда упускается не только золотой час, а и 10 платиновых минут, то вы потом получаете человека в таком состоянии шока, из которого иногда очень трудно вывести. И поэтому по разным районам, правда, это разные вещи, но я смотрю, лучшие показатели по области, это где-то около 4% погибших от числа поступивших с отчетанной им ложественной травмой. А во многих районах это выше 10%. Чтобы уменьшить этот процент, нужно быстро доставить пострадавшего в специализированную клинику. В нашем городе это травмцентр районной больницы. Стоит заметить, что у нас было два травматологических отделения по 34 койки, которые занимались общими вопросами травматологии. Ну, мы их перепрофилировали. Теперь второе травматологическое отделение занимается лечением с отчетанной травмы. А первое травматологическое отделение замкнуло на себя тяжелую черепно-мозговую травму, потому что в состав отделения входит на эракеру спинальную травму и лечение больных с проксимальным отделом бедра. Об этом вы услышите в следующем докладе. Третье хирургическое отделение помогает нам при тупой травме и повреждениях органов брюшной полости и грудной клетки. Операционное отделение шоково-операционное. Постоянно работает КТ в круглосуточном режиме, УЗИ и диагностическая лаборатория. Высокая квалификация врачей, современное оборудование и правильно организованная работа позволили официально присвоить нашему травмцентру второй уровень оказания помощи. Для меня это радость, вы знаете, потому что это движение вперед, любое движение вперед должно быть узаконено. Второй уровень подразумевает, мы говорим в частности про травматологический центр. Это соответствующее оснащение подразделения лечебно-диагностической аппаратурой, лекарственными препаратами, наличие структурных подразделений и самое главное врачей-специалистов. А для того, чтобы понять это, мы говорим так. На третьем уровне этот пациент приехал, попал в участковую маленькую больницу. Они делают только то, что им положено. Дальше они не справятся с ситуацией и не переводят в учреждение более высокого, второго уровня, где есть соответствующая материально-техническая база, кадры, лекарства, все есть. Я хотела бы поздравить сегодня главного врача Сергиево-Пасадской больницы с тем, что он получил такую великую честь, все-таки называться вторым уровнем травматологический центр, который будет организован. Он очень много сделал для того, чтобы население его района получало вот такую квалифицированную, высокоспециализированную помощь. В современных условиях Сергиево-Пасад постепенно становится еще и медицинским центром, ведь в городе сходятся несколько федеральных трасс. И быстрее привезти пациента в наш город, чем ехать в Москву в пробках, теряя драгоценное время. Не все еще сделано на 100%, но мы именно в год здравоохранения Московской области у себя в районе открыли травматологический центр второго уровня. Что у нас, вы недавно только, мы вам показывали, откроется в сентябре нефрологический центр. Мы говорим о том, что в 2016 году откроется сосудистый центр, то, что у нас уже начал работать детский центр, то, что в этом году, в 2016 году, более чем на 230 миллионов мы получим оборудование для оказания помощи нашему населению. То, что в этом году, как и в прошлом, продолжаются ремонты в наших учреждениях здравоохранения. Все это направлено на оказание лучших услуг в здравоохранении.